Добрый день, меня зовут Мусин Султан. Сегодня я представляю доклад на тему моделирования эксперимента по исследованию состояния квантовой запутанности аннигиляционных фотонов. Данный эксперимент направлен на исследование состояния квантовой запутанности двух гаммоквантов, которые возникают при аннигиляции электрон-позитронной пары и процесса декогеренции данного состояния при взаимодействии фотонов с окружающей средой. Согласно теоретическим представлениям современным, оба аннигиляционных гаммокванта находятся в запутанном состоянии со взаимно-перпендикулярной поляризацией. При этом каждый из двух фотонов в отдельности не имеет определенной поляризации, а находится в состоянии суперпозиции двух поляризаций. В результате взаимодействия с окружающей средой система из двух фотонов переходит из чистого состояния в декогерентное, в котором каждый из фотонов приобретает фиксированное поляризационное состояние. С одной стороны, уже есть ряд работ, где запутанность двух фотонового состояния исследована на существующем в тот момент теоретическом и экспериментальном уровне. Но с другой стороны, недавно появились теоретические работы, которые дают достаточно противоречивое описание комтоновского рассеяния в зависимости от используемого формализма комтоновского рассеяния или аннигиляционных фотонов. Новизной данного эксперимента является сравнение запутанных и декогерентных состояний аннигиляционных фотонов. Установка состоит из источника позитронов на основе натрия 22-го и при аннигиляции электронов с позитронами рождается пара аннигиляционных гамма-квантов и вся эта система помещена в свинцовый коллиматор. Дальше два основных комтоновских рассеивателя они размещены симметрично относительно источника на оси вылета гамма-квантов из коллиматора. А также в двух плечах находятся по 16 сцентиляционных детекторов на основе натрииода, размещенные под прямыми углами к оси установки и регистрирующие гамма-кванты от основных комтоновских рассеивателей. Угол между соседними натрииодами составляет 22,5 градуса этот угол обеспечивает наибольшую чувствительность между запутанным и дикогенентными состояниями. На данном слайде можно увидеть размеры компонентов установки, а также размеры коллиматора. Работа данной установки была промоделирована в JAN-4. Для этого из коллиматора в противоположных направлениях испускались два фотона с энергией 511 КФ и взаимно-перпендикулярной поляризацией. В отличие от реального эксперимента, в модели были заданы линейные перпендикулярные поляризации фотонов, а в реальности же поляризация фотонов не определена. Но, к сожалению, в данный момент средствами JAN-4 не предусмотрено моделирование запутанных состояний фотонов. Для изучения дикогенентного состояния в систему в одно из плеч вносится дополнительный рассеиватель, выполненный из цинтиллятора, и он рассеивает фотоны вблизи оси под углом меньше 20 градусов. После взаимодействия фотона с веществом рассеивателя состояние квантовой запутанности нарушается, и система тем же образом исследуется при помощи Комтоновских поляризметров. В эксперименте используется источник позитронов. Он генерирует 10 в 7 пары аннигельционных фотонов в секунду. Поскольку из коллиматора фотоны вылетают только в узком телесном угле, количество попадания в основные рассеиватели уже на 3 порядка меньше. Всего для случая запутанных фотонов, то есть без дополнительного рассеивателя, событий с двойными совпадениями в рассеивателях и на 3 йодах остается порядка 20 в секунду, и для набора статистики из 10 в 5 событий потребуется времени порядка 2 часов. Далее при добавлении в систему дополнительного рассеивателя частота регистрации событий сокращается до 1 события в 2 секунды, что требует уже 2 суток для набора той же статистики. В реальном же эксперименте это время увеличивается примерно до 2 месяцев за счет существенных ограничений на выделяемую энергию и подавления фоновых процессов. Важной задачей является изучение спектров энерговыделения в компонентах системы. Для попадания фотона из основного рассеивателя в натрий-иод фотон рассеивается на угол 90 градусов. Это соответствует потере его энергии в процессе компонентского рассеивателя в 2 раза. Это составляет 255,5 кВт. В результате моделирования был получен спектр энерговыделения в компонентском рассеивателе. Среднее значение фитирующей функции Гаусса составило 253,6 кФ. Ширина этого спектра обусловлена угловым размером натрио-детектора для попадания в натрий-иод рассеяние происходит под углом от 83 до 97 градусов. Также был получен спектр энерговыделения в натрий-иод-етектора. Сумма средних значений составляет 509,7 кФ из 511, что достаточно близко описывает реальную ситуацию. также в спектрах наблюдаются меньшие пики. И вот здесь в натрий-иоде. Эти пики соответствуют двойному компонентскому рассеивателю в объеме основного рассеивателя. Двойное компонентское рассеивание. И дальше можно перейти к чувствительности к измерению поляризации. И в соответствии с формулой клейной нишины сечения компонентского рассеяния зависит от угла рассеяния и имеет форму косинуса от двойного угла взаимного рассеяния. Угол взаимного рассеяния это угол между направлениями движения рассеянных фотонов в плоскости перпендикулярной оси изначального вылета гамма-квантов. На рисунке он обозначен как дельта-фи. И максимальная чувствительность к измерению поляризации достигается при угле рассеяния θ угол к оси 82 градуса. Этот случай также был промоделирован. Для этого основные рассеиватели были сдвинуты ближе к коллиматору. И получившаяся зависимость числа отсчетов от угла взаимного рассеяния имеет предсказанную форму косинуса. Отношение максимума этой функции к минимуму составило 1,66 с ошибкой 0,06 при теоретическом предсказании данного отношения в 1,6. Дальше была промоделирована ситуация для геометрии, соответствующей реальному эксперименту. То есть угол θ 90 градусов, когда основной рассеиватель находится в плоскости плеча плеча натриио-детекторов. И отношение для данного случая было получено 1,47. То есть чувствительность к измерению поляризации уменьшилась на 11% по отношению к максимально возможному случаю 82 градуса. Это связано с более широким телесным углом рассеяния был выбран в случае реального размера натрииода. И также для декогерентного случая были получены энергетические спектры. были получены спектры как для слабого рассеивателя, так и для основного рассеивателя и натрииода в том же плече, в котором находится слабый рассеиватель, поскольку плечо без добавления слабого рассеивателя никак не меняется, и у него просто уменьшается статистика по двойным, тройным уже совпадениям. В настоящий момент формы спектров и процессы, которые к данной форме приводят, изучаются. В частности, изучается данный PIK 340F в основном тонусском рассеивателе. Скорее всего, ожидаются какие-то процессы фоновые. Но сейчас я о них рассказывать еще не готов. В заключении было проведено моделирование установки по изучению квантовой запутанности и декогеренции. Получены энергетические спектры в различных компонентах установки для случаев запутанных и декогерентных фотонов. Также определена чувствительность установки к определяемой поляризации фотонов. Спасибо за внимание. Отлично. Большое спасибо за доклад. Значит, у нас уже сразу есть вопрос. Валентин, прошу вас. Добрый день. У вас ошибка на слайде схемы эксперимента. Я не знаю, какой слайд у вас нумерации нет. Там не фотоэлектронный усилитель, а фотоэлектронный умножитель называется. Ну, хорошо. Опечатки можно. Комментарии некоторые. Если вот обычно указывает название сентилятора, тип сентилятора и какой фотоэлектронный умножитель или СПМ используется, тип или марк. чтобы читатель сразу мог сам посмотреть, если что, характеристики этого фотоэлектронного умножителя или СПМ. Хорошо, спасибо. Я учитываю ваши пожелания. Можно вопрос? Так, Алексей, слушаем вас. А почему именно ангеляционные фотоны берутся для исследования запутанных состояний? На самом деле исследования запутанных состояний уже были проведены более полувека назад для оптического диапазона гамма-квантов. Там все просто, там экспериментальная техника позволяет достаточно легко определить поляризацию фотонов и без особого труда все это проделать, но для такого уже более жесткого диапазона энергий, а как аннигеляционные фотоны на тот момент было невозможно с достаточной точностью определить вот эту зависимость. Ну и также сейчас возникает прикладная возможность использования данной техники. Вот сейчас разрабатываются технологии, которые используют как раз-таки различия между запутанными тикогерентными состояниями фотонов, но при этом экспериментальных подтверждений данного различия до сих пор еще не будет. Я думаю, что это не совсем так, потому что аннигеляция фотонов, как вы знаете, на два основных канала, это пара позитроний и ортопозитроний, и, соответственно, поляризация связана со спином участвующих электронов и позитронов. То есть, видимо, этот эффект исследуется не потому, что там что-то, 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 а потому, что можно вклад поляризации один к четырем определить из ортопозитрония и парапозитрония. На самом деле, оба ответа правильные. Султан правильно сказал, речь идет в данном случае о том, что сейчас интерес именно к аннигеляции, потому что это высокие энергии. Вчера был доклад Александра Стрижака, в котором можно посмотреть ссылки на соответствующие теоретические работы. Ну и когда появится запись, его можно посмотреть. Теоретически, естественно, работа, они еще 70-х годов, так что спасибо за совет. Ну и естественно, так как эта работа ведется знакомым вам Александром Павловичем Ивашкиным, вы можете к нему обратиться напрямую, он очень любит рассказывать про эту тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!